МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвящу в исцеление Раббонит нашей Иры. Но не просто в исцеление, а в защиту также, чтобы была защита и покров. Потому что я хочу напомнить, что мы находимся на духовной территории, на духовной войне вместе с вами. Дьявол атакует каждого по-разному. И когда враг уже переходит от солдат к генералам и начинает атаковать ведущих, то явно это такой ободряющий знак для нас с вами. Ему явно не нравится то, что мы здесь делаем. И поэтому он пытается атаковать. И мы с вами должны быть бдительными за свои семьи, за то, чтобы стоять в проломе, в молитве друг за друга, за общину, за пастора и за его жену. Поэтому вот это слово направляется и посвящается в данном случае к сестре Ире. Тема, о которой я хотел бы поговорить, я хотел бы поговорить о посвящении как о живительном потоке. Посвящение как живительный поток. Я хочу разобрать текст из Езекииля, 47 глава. Очень уникальный, удивительный текст, история, видение, которое показывает Господь Езекиилю о будущем, о живительном потоке воды, который будет истекать из храма и оживлять всё вокруг себя. И вот в этом контексте я хотел бы поговорить о посвящении как о живительном потоке. Давайте откроем текст из Езекииля, 47. Я зачитаю весь отрывок, там 12 стихов, и потом я разберу. 47 глава, с 1 по 12 стихи. Потом привёл он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течёт вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывёл меня с северными воротами, и внешним путём обвёл меня к внешним воротам, путём, обращённым к востоку. И вот вода течёт по правую сторону. Когда тот муж пошёл на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячи локтей и повёл меня по воде. Воды было по лодыжку. И ещё отмерил тысяча и повёл меня по воде. Воды было по колено. И ещё отмерил тысяча и повёл меня. Воды было по поясницу. И ещё отмерил тысяча, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я прошел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море. И воды ее сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыба будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Энгети до Эглаама, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в Большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода на них течет из святилища. Плоды их будут употребляемые в пищу, а листья на врачевание. Амин. Итак, перед тем, как мы посмотрим на образы здесь, вот в этом тексте, немножко контекста. Здесь речь идет явно о тысячелетнем царстве. Вообще, отрывок, начинающийся с 40-й главы Эзекииля до конца, он конкретно описывает тысячелетнее царство. Наверное, один из таких отрывков в Писании, который в подробности прям говорит, даже то, что рыбы будут в Мертвом море. И предыдущая глава, 46-я глава, там говорится о храмовом служении и шабатнее служение, в котором будет находиться в русском языке. Это князь, на еврейском языке Наси, то есть президент. Президент страны, президент всего мира. Мы знаем, кто это. Это Ишо, который будет Наси, президентом всего мира. И он будет находиться как раз-таки в центре Иерусалима, посреди храма. Далее мы видим то, что мы прочитали. Из храма будет течь вода живительная. То есть это будет интересный поток, который будет все вокруг оживлять. То есть все мертвое будет становиться живым, включая Мертвое море, в котором все оживет, и рыба будет находиться там. И здесь я хотел бы поговорить с вами вот в таком ракурсе, в таком угле, поговорить о посвящении. Мы все слышали о том, что Священное Писание призывает нас постоянно освящаться, преобразовываться в образ Мессии и так далее. То есть очень много мест Писания. Но вот важный, ключевой момент для того, чтобы все это происходило в нашей жизни, и без чего, как я вижу из опыта, не будет происходить вот этого преображения в образ Мессии, это посвящение. Без посвящения, без продолжительного, поэтапового посвящения не будет происходить освящение и не будут происходить изменения в жизни людей. Почему очень многие верующие застреют в процессе своего освящения? Потому что они где-то остановились в посвящении и стоят как бы, либо стоят на одном месте, либо поворачиваются назад и как бы возвращаются в прошлое. и нужно просто для себя зафиксировать, что без посвящения, без определенного графика строгого, духовного в своей жизни мы с вами не сможем продвигаться дальше. И посвящение я хочу привести также в пример, взять пример, вот этот живительный поток, в который погружался Езекииль. Там четыре уровня мы с вами прочитали, да? Четыре уровня погружения вот в этот поток. Образ погружения, он нам понятен, да? Ну я имею в виду погружение в плане крещения, да? Когда человек погружается, он опускается в воду, то есть образ этого погружения, да? И он как бы восстает, оставляя все прошлое внизу, он восстает как бы к новой жизни. Вот этот обряд или церемония погружения или крещения, он как бы заранее дает верующему человеку понять, что если он хочет, чтобы в жизни были в дальнейшем изменения, нужно постоянное вот это погружение или посвящение. Сам образ, он понятен, так как люди, которые посвящают себя, ну например, в карьеру или в музыку или еще в какой-то сфере, да? Для того, чтобы иметь успех, человек должен полностью погрузиться в это, мы говорим, да? Погрузиться, вот как погружаются в воду. То есть человек посвящает себя на то или иное дело для того, чтобы был какой-то результат. То есть в нашей жизни тоже, если мы желаем достигнуть каких-то прорывов, каких-то духовных результатов, без вот этого глубокого посвящения невозможно будет достичь этого духовного успеха. И в данном случае я хотел бы также поставить акцент на погружении или на посвящении как не только на неотъемлемую часть в освящении, да? То, что мы уже упомянули, но и как процесс нашего с вами исцеления, продолжительного исцеления. Я не имею в виду сейчас исцеления тела нашего, да? Потому что, когда речь заходит об исцелении в общем, как отдел такой отдельной, да, тематики духовной, то люди в первую очередь почему-то воспринимают именно исцеление тела. Что, конечно же, хорошо и неплохо, но, понимаете, полное исцеление нашего тела, оно не совершится, пока наши тела не воскреснут в жизнь вечную. То есть, а так мы постоянно болеем чем-то. То есть, заболели, помолились, исцелились, на следующей неделе опять заболели, молимся, исцеляемся, но нету полного, как такового, исцеления. То есть, мы еще находимся в теле греха. Когда произойдет наше воскресение, тогда мы полностью будем освобождены, освобождены от всякой физической болезни или недуга. Поэтому, когда я говорю о процессе нашего исцеления здесь, на этой земле, через посвящение, как живительный поток, то я больше ставлю акцент на исцеление нашей души, потому что, на мой взгляд, наша душа больше имеет всяких болячек, недуг и заболеваний, заболеваний, чем наше тело. Но мы почему-то больше акцент ставим на тело. Поэтому, так как здесь, в этом тексте, поток выступает как живительный, целительный, на самом деле, действительно, одной из функций посвящения или погружения в Боге, это нас с вами вылечить. То есть, когда Бог призывает нас в служение, в посвящение, и служение, это не обязательно там какие-то высшие ранги, да, и титулы, и так далее, то есть, просто служить Богу тем определенным даром, который Он дал мне в теле Мессии. И Бог призывает нас посвящать себя полностью, как в этот живительный поток, для нас самих же, в первую очередь. для того, чтобы нас исцелить от всяких духовных болячек. Иногда человек думает, нет, мне вначале нужно как бы исцелиться, освободиться, а потом я буду себя погружать. Я считаю, что этот процесс, он взаимосвязан, и нужно себя погружать с самого начала, для того, чтобы постепенно мы могли выходить из состояния вот этого, да, прошлого нашего, плоского, и получать исцеление души в процессе, уже делая это. Важно отметить, что этот поток, он выходил из храма. Наше посвящение тоже должно иметь какую-то отправную, правильную отправную точку, правильное начало или привязки правильные, то есть мотивацию. А это с нашего духовного начала начинается, то есть причиной нашего посвящения должны быть Бог. Не что-то другое, не то, что я могу получить от Творца, а сам Творец должен стать причиной моего посвящения. Точно так же, как поток воды, который имел свое начало, исходное, именно с храма. А храм мы с вами знаем, как Искиния являлась духовным центром нашего народа всегда. Теперь, многие отпадают, потому что изначально не оттуда начинали свое посвящение, свой поток вот этот в Боге. Не как бы самого Бога истекала эта мотивация, а из каких-либо других причин это может связано быть с корыстью, особенно, когда слышат проповеди евангелиционные, приди к Иисусу и все у тебя будет. И деньги, и машина, и дом, и так далее. И когда человека заряжают или делают вот эту связь посвящения с плотскими или земными причинами, то уже в тот момент его духовный поток или ручей живительный, он начинает истекать не из правильного места, как бы не из храма. Это очень важный момент, особенно для нас понять, почему люди вот как бы на середине останавливаются, вроде бы посвятили себя, вроде бы так горели, а сегодня чуть ли не отказываются от мессии и вообще не хотят слушать Богу. если в то время существовал храм и до храма была скиния как центр духовного нашего развития в нашем народе, сегодня это является община. По причине также отсутствия самого храма община это как духовный центр вокруг которого мы строим свою неделю, вокруг которой мы дальше развиваем и строим самого себя, но отсюда именно по местной общине то, где находится, то есть понятно, что община она вселенная, все тело мессии, но когда мы находимся тут, а не где-то в Канаде, в Украине, в России или в Голландии, то мы понимаем, что со мной это связано там, где я сейчас нахожусь и верующий человек должен понять, что у него его посвящение оно должно иметь начало или вытекать из того места, куда Бог его привел, где Бог хочет, чтобы он укоренился, пустил свои корни, как дерево. и наше посвящение начинается именно вот с такого рода постоянства. Очень важный момент, потому что, к сожалению, есть тип людей, которые строят свою жизнь не вокруг служения, а наоборот служения, подгоняют как бы, да, служения Богу под свою жизнь. И дальше мы видим четыре уровня, вот здесь вот, да, четыре уровня глубины вот в этом потоке. И говоря на духовный лад, четыре уровня, которые дают исцеление, восстановление, реализацию, если хотите, да. Езекииль показывает нам, как бы, сам проходя вот этот поток, и мы видим, что каждый уровень, он, как бы, растет. То есть, есть самые низкие, постепенно начинает подниматься вверх. Это нам с вами, как бы, раскрывает вот эту духовную картину, да, того, что все мы верующие с вами находимся на разном развитии духовном. нашего духовного начала, да, нашего Духа. Довольно-таки интересно отметить, что он не берет его сразу в глубину, то есть, он не говорит ему, идем нырять сразу, да, то есть, он говорит, начнем по чуть-чуть, да, тысячи локтей каждый раз он прибавлял. Насколько вот тонкий подход к погружению, к посвящению. Бог никогда не призывает верующего, когда он только что уверовал, да, вот прям все, я прям полностью сейчас погружаюсь и все забываю, да, там, включая семью и ухожу в погружение. Есть и такие. Опыт показывает, что очень часто таких людей схватывает судорога в духовном плане, да, ну, как бы нырнул, не разогрелся, не начал по чуть-чуть, а сразу как бы поплыл и раз затянуло, там, утонул, не выдержал, да, образно говоря. У Бога все благоразумно. Вот. Он никогда не призывает нас посвящать себя, если он видит, что мы еще на другом этапе развития. Вот здесь вот этот человек, который ведет Езекииля, он смотрит, он наблюдает, он видит, что тот зашел по лодыжку, что он нормально стоит, основательно, и говорит, идем дальше, еще тысяча локтей. Потом этот поток, когда он сделал еще тысячи локтей, прошел, поднимается ему по колено. И он не говорит, окей, раз по колено дошло, давай, все, ныряем. Он доходит до поясницы. Потом только постепенно он его погружает вот в этот поток воды. Посвящение в духовном мире работает точно так же и должно работать так. То есть мы, как верующие, должны определить для себя, на каком уровне, на каком этапе я нахожусь. Есть два экстрима. Первый, о котором я уже упомянул, когда человек просто ныряет, не разогрелся, не понял, где он и что, его унесло и все, человек отпал. Есть другой экстрим, когда человек дошел по лодыжку или по колено и уже по времени он уже должен продвигаться дальше, до поясницы дойти или уже плавать, а он все стоит как бы на том же месте, потому что либо боится, либо ему так удобно, либо ему как бы холодно, ему достаточно вот так стоять. И важный момент это понимать, где я нахожусь и продвигаться дальше. Давайте мы вкратце посмотрим на вот эти четыре уровня. Вода по лодыжку это вот только человек попробовал воду, да, мы когда с вами заходим, в море человек купается и ну допустим после там зимнего сезона весна наступает, вода только-только начинает нагреваться и вы думаете вот пойти нырнуть, купнуться может быть нет, ты заходишь, ты как бы пробуешь воду, какая температура. И есть те, которые говорят, ну что-то холодновато, что-то я не пойду туда. То есть человек уже, есть люди, которые уже на этом уровне делают принимают решение не углубляться дальше. Не для них. Есть те, которые говорят интересный поток, интересный тут, что дальше будет, да? Начинает продвигаться дальше, пробует, это все как бы человек пробует себя, да, на ранней стадии этапа. Потом поднимается выше до колена. И когда человек доходит вода до уровня колен, в принципе он еще контролирует процессом, может развернуться, уйти дальше. Но уже видно, что немножко разогрелся человек, немножко вошел во вкус. Когда немножко Бог дает человеку вкусить, как это, служить Богу, как это идти за Ним, исполнять что-то для Него, да? И дальше третий уровень это поясница, по сути, это уже как бы, ну, половина тела, можно сказать. Ну, кого как, да? В пропорциях, но походу итер более менее. это уже человек в процессе втягивания, то есть он уже втягивается в служение. Не до конца, потому что все еще стоит сам, но вот здесь очень интересный момент я хочу затронуть. Чем глубже человек идет под воду, тем меньше он имеет контроль развернуться и уйти, то есть когда он еще по лодыжку, да, он контролирует своим телом. Когда человек глубже уже в воде, уже вода имеет больше контроль над его телом. И вот здесь я вижу духовный принцип в посвящении. Когда человек не сильно себя решает посвящать Богу, он как бы больше контролирует ситуации в том плане, что да, ну не сильно как бы обязывает себя исполнять те или иные функции для Бога. Захотел пришел, захотел нет. Ну как бы а когда человек уже глубже вошел, да, у него есть ответственность какая-то. Человек берет ответственность в служении. И так далее. Он как бы обязывает себя добровольно. То это как будто ты уже глубже идешь под воду и уже вода или вот это посвящение оно имеет больше контроль над тобой в том плане, что посвятив себя ты уже ты не можешь уже как бы соскочить и сказать да, я сегодня пропущу там кто-то другой попоет или кто-то другой проповедует или другой совершит то или иное служение. Мы когда себя в посвящении затягиваем, мы на самом деле себя оберегаем тем самым. Вот эта ответственность, которая есть на нас, она помогает нам как бы не уйти в состояние, знаете, такое теплое состояние, что как бы ну и верю это я постоянно, да, но служу так по мере возможности, как говорят. Получится, приду, получится, нет. И когда он уже всем телом четвертый уровень вошел, да, написано, он уже не мог стоять, он уже не мог как бы контролировать, да, самого себя, он уже внутри воды по этому потоку плавал. очень такой явный, мощный образ, когда мы полностью себя уже отдаем в посвящение Богу и уже Господь контролирует вот этим процессом, а не мы сами. И Бог хочет научить нас, друзья, чтобы мы полностью доверили Ему, отдали Ему контроль в управлении своей жизнью вот этими процессами. До тех пор, пока мы стоим как бы на вроде бы в воде, да, но своими ногами. Держим контроль, процесс. Мы как бы боимся немножко глубже заходить. А вдруг это как бы, а вдруг вообще я вот полностью посвящу себя Богу и все, а как же мне там, а как же мне жить, а как же вот для себя там какие-то вещи и так далее. и насколько интересно вот здесь вот Езекииль, его какой-то какая-то личность ведет, показывает ему, отмеряет ему. Конечно, мы понимаем, что Бог, зная нас, Он ведет нас по своему пути, отмеряя нам вот это расстояние в посвящении, зная, сколько кто может выдержать или перенести, но также Бог посылает людей на нашем пути для того, чтобы помогать нам осознавать свой уровень и отмеряет нам как бы определенный путь. Для меня лично это вот служитель, к которому меня привел Бог, который помогает мне понять уровень своего посвящения и тогда, когда мне нужно идти дальше, то есть углубляться. И слава Богу за таких людей, за таких служителей, потому что порой мы не всегда можем ориентироваться, где мы находимся, на каком уровне. Я также хотел бы это сравнить с развитием мессианского служения тоже, потому что наш акцент, наш фокус здесь — это достигать наших братьев, евреев, братьев по плоти. И цель мессианского служения, она направлена именно на то, чтобы достичь наших братьев, чтобы могли увидеть Ишуа как своего мессию. И мессианское служение, оно тоже имеет вот эти этапы, я бы тоже сравнил бы с этапами посвящения, погружения. Очень важно еще раз отметить, подчеркнуть, что нельзя делать вещи вот просто раз и поменял полностью образ служения, направление. К сожалению, вот есть и горький опыт некоторых общин в мессианском служении, когда резко меняли направление в более мессианское иудейское, полностью все, очень резко со скоку. Это похоже, если как Езекииль прыгнул бы сразу в воду. И такие служения, как правило, распадались. И здесь очень важно иметь мудрость и понимание вот даже через этот пример, что такого плана глобального видения, оно тоже должно развиваться постепенно по мере того, как вот это тело, а Езекииль его тело, можно сравнить просто как образ тела с образом тела Мессии, то есть с общиной, которая погружается в определенное течение, в данном случае мессианское течение, и я точно не могу определить, на каком мы уровне, возможно, мы еще не плаваем прям в мессианско- иудейском направлении, потоке, но я думаю, уже не стоим по лодыжку, но мы немножко глубже, когда добавляются молитвы, например, в литургии, акценты какие-то более расширяются у нас здесь в служении, своего рода мы как бы глубже входим вот в этот поток погружения мессианского течения, и главная мудрость, главное постепенно, да, чтобы там ногу не свело, судорога там не схватило, и очень важно как учат, да, разогреться немножко, да, вот, перед тем, как пошел плавать, чтобы тело, если холодно, да, немножко согрелось, поэтому в этом плане тоже очень важно вот эти все моменты отмечать, потому что в духовном мире это точно так же работает, да, друзья, в развитии мессианского движения, я знаю знакомых, некоторые из вас тоже, которые, ну, прям сразу меняли образ христианина, верующего в мессианско, более иудейский, то есть цицит одевали, там, кипу, все там, и потом реально не выдерживали, просто, ну, как бы, еще не их уровень был, мы слишком глубоко нырнули, не научились плавать в этом, серьезно, и потом свело, и все, и все бросили, просто наотрез, противоположно, просто развернулись, вот, чего я нам не желаю, конечно же, да, желаю всем нормально разогреться, понять, почувствовать эту воду, да, войти, если кто-то, и мы все, кстати, вот здесь, вот в этой общине, тоже на разном уровне находимся, это абсолютно нормально, кто-то только заходит и по лодыжку, и не нужно, как бы, смотреть отчеты, отчеты, там, это кип у нее делал, или еще что-то, ну, так, пока брат, у него такое пока понимание, да, кто-то уже там по поясницу стоит, две кипы, столи там сразу и так далее, вот, на самом деле, да, если вот так рассматривать, то мы будем друг к другу относиться так же с пониманием, с мудростью, нету тут вообще места никакого там осуждениям и так далее, и не должно быть, вот, но должно быть направление, и человек должен понимать, в каком потоке он находится, вот это очень важно для человека понять, для всех нас с вами, да, поэтому, друзья, пусть Бог нас благословит, как и в личном посвящении, каждый, кто где находится, да, так и в общем нашем посвящении, как мессианская община, тоже, и каждого тоже Бог пусть направит, поможет в духовной войне, если кто проходит какие-то духовные атаки, потому что мы все с вами течем, плаваем, вот, на самом деле, в этом мире, как против течения, против всех этих мироправителей тьмы, века сего, и чем ближе мы к приходу Мошеха, тем больше мы будем на себе ощущать вот это давление, поэтому давайте реально погрузимся в посвящение Богу, чтобы на нашем пути вот этот поток, который оживлял все вокруг, там деревья были, да, то есть все мертвое становилось живым, но вот интересный стих в заключении, да, одиннадцатый говорит, болото его и лужи, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли, то есть оказывается, какие-то места останутся или остались в жизни кого-то еще нездоровыми, это говорит о том, что каждому Бог дает право выбора и каждый должен определить для себя те или иные места внутри себя, которые еще остались нездоровыми, позволить этому потоку через посвящение коснуться и исцелить нас. Амин. Давайте помолимся. Авино Малкейно, мы благодарим Тебя за слово Твое, благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь свой народ без видения, но наполняешь нас видением Своего слова. Просим, чтобы Твое слово, оно коснулось каждого из нас и продолжало этот процесс исцеления наших душ. помоги нам погружаться в Тебя, погружаться в служение, в посвящение. Так же, как мессианская община, молим Тебя о мудрости, о том, чтобы мы могли двигаться к той цели, которую Ты поставил, для того, чтобы мы могли правильно общаться с Своими братьями, достигать их через Твое слово, через правильный образ верующего в Машиеха. Господь, чтобы разные стереотипы, которые были посажены еще в течение многих веков, они были полностью искоренены из нашего народа, и чтобы Ишуа открылся им как еврей, как Ишуа, как Мессия и как Бен Давид некак Гой. Молим Тебя о милости над нашим народом, чтобы это время настало. Благодарим Тебя за благодать, за милость Твою, за Слово Твое, которое направляет нас. Еще раз молим Тебя, Господь, чтобы Ты прикоснулся и исцелил нашу сестру Раббанит Иру. Благодарим Тебя за Раббан нашего Ростислава, за всю их семью. Сохрани их, благослови, охрани от всякого рода зла. Молим Тебя во имя Ишуа Мессии. Амин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин